Мы приглашаем следующего гостя. Да, у нас Александр Тюкаев. Давайте поприветствуем его. Привет, ребята. Саш, доброе утро. Привет, привет. Так, тут кружка чистая, вот к тебе. Если не хочешь, я его налить. Ну да, вот так, выглядит. Так, мы обсуждаем, значит, программу твою. Саш, на этой неделе выходит твой новый... 185-й выпуск на секунду. Еще один юбилей. Ты к нам приходишь исключительно в юбилей. Слушай, сразу напрашивается вопрос. Программа называется «Работаю на себя». 180 какой выпуск? 5-й, 180. Почему до сих пор ты работаешь на Кубань-24, а не на себя? Ну, я тебе отвечу так. Как только мне перестанет быть интересно разговаривать с ребятами и рассказывать про них, я запущу что-то свое. Потому что сейчас это вот как раз, как Настя ищет тех, кто делает что-то необычное, но не сделал сделал бизнес, возможно, да? А я как раз про тех, кто своими руками, своей головой зарабатывает деньги и славу для края. Ну, в этом выпуске ты рассказываешь о детейлинге. Да, там все изначально, знаешь, как скучно. Автодетейлинг, центр, что это? Я уже не знаю. Ну, ты знал вообще, что это? Я там, я в передаче, я спрашиваю, ну, естественно, я договаривался, спрашивал, что у вас вообще такое. На самом деле, дорогие тачки, красивые ребята, которые там что-то крутят. Ну, да, я вот тут вот... Это когда они уже выезжают, знаешь, тогда за ними приезжают, красивые женщины. Вот. Самое интересное, ну, помимо того, что действительно машины дорогие, красивые, делают их еще краще. Как это все начиналось? Парень в 19 лет, он спортсмен, грубо говоря, переломанный, он дальше не мог заниматься карьерой. И говорит, надо что-то делать. Мне уже было 19, и нужно было что-то делать. Да, ну, конечно. Задумайтесь, задумайтесь. Вот. Пробовал несколько бизнесов, и на этот ему не давали ни кредиты, ни ничего. Ему нужно было около 500 тысяч. А где он нашел деньги? Что он сделал? Вот не дают вам кредитов, не дают вам родственники. Что вы сделаете? Ну, они никак полицейские. Нет, нет, нет. Это был другой случай. Не знаю. Русская смекалка. Он взял 5 кредитных карт в один день, и у него появился кредит. Ну, потом он, конечно, говорит, что так делать не надо. Ну, да, вопрос так отдавать. Было тяжело. Нам совсем быстро нужно отдать. Но смысл в том, что человек настолько верил в свой бизнес, у него получилось, и он все отдал, как бы заплатил. И сейчас он в пандемию, ну, точнее, сразу вот после того, как открылся, ну, как закончился, да, у нас карантин, он вырос за это время в три раза. Слушай, а как у него это получилось? Да, почему-то вопрос. Как у него это получилось, можно увидеть во вторник в 18-й номере в нашем канале, а, Нативочка? Молодец! Вообще вдохновляют эти люди? Слушай, ну, конечно, потому что ты смотришь, я не знаю, практически там 100% людей, я в них, не знаю, влюбляюсь, потому что это люди заряженные, люди горящие, люди делают то, что им нравится. Саша, спасибо большое тебе за то, что ты делаешь, да? Друзья, обязательно смотрите программы, не пропускайте много всего интересного. Все, тут уже уходить, да, может? А вы не уходите, друзья, не уходите, не переключайтесь, оставайтесь на Кубань-24.